Всем привет! Видео из раздела магазинное хамство. В общем, я сейчас купил несколько позиций в магазине и по двум позициям у меня цена на чеки отличается от той, что на кассе. Сейчас позову администратора и попробуем разобраться. Ну, естественно, я буду требовать вернуть мне разницу. Разница получается приличная. Здравствуйте! А позовите мне администратора, пожалуйста. Пока что посмотрим чек. Ну, а тут по двум позициям. Это нарезанный ананас и фисташки, орешки. Спасибо! Здравствуйте! Вы администратор? Назовем, сейчас хочу вас. Я вам сейчас хочу показать кое-что. Сейчас воровка, а? С купачей проблемой воровка. Это вы не делаете проблемой? Сейчас воровка, а? Кто сказал, почему я должен выключить кое-что? Вантраре есть. Что есть? Правила магазина важнее Конституции? Считайте Конституцию. Смотрите, сейчас вам объясню. Вот что я взял. И вот это. Сколько они стоят? То есть, я могу полагать, что если я беру отсюда, значит, он стоит по такой цене, правильно? Это 15,80. Так. Смотрите сюда, посмотрите на чеки, сколько они стоят. 55,80. Здесь какой ценник? Я вижу. И с этими то же самое. Сегодня я вам говорю, сегодня переделали витрину. Идемте с вами. Ну, давайте. Я вам за счет денег. Да? Да. Вернуть товар? Нет, я товар возвращать не буду, вы мне разницу, верните и все. Там было сколько, 13,80? Да. А вам на будущее в Конституции разрешено снимать в магазине. А ваши внутренние правила магазина не могут быть важнее Конституции? Можно? Конечно. Меня зовут Юра. Можете зайти на канал СтопХам и почитать. На заборе тоже много чего написано. Спасибо. В общем, друзья, ничего сложного, если вы знаете, что делать. Мне сейчас вернули разницу 36 лей. И второй момент – это охранник, который просил у меня несколько раз выключить камеру. Но то все-таки Конституция Республики Молдова важнее, чем внутренние правила магазина.